Отряд! Побудный ветер! К выезду готов! В принципе, вы уже увидели, о ком идет речь, но есть доказательства. Смотрите, раз гитара, два гитара, там в куче вещей три гитара, а там, где в скопе вещей несколько гитар, там по старой русской традиции обязательно студенческие отряды. Гитары обязательно. Но студотрядовцы народ находчивый, и как мы поняли, и список ритуальных вещей, которые нужно взять с собой музыкальными инструментами, не ограничился. Кто это такой? Это Лёва. А кто он у вас? Какой статус у него в отряде? Это статус. В общем, мы пришли все на набор, и одного парня не взяли. Но это нам не помешало, и мы взяли его с собой. Веселье весельем, но как рассказали статусные участники открытия, каждый отряд едет рассказывать жителям края о Великой Отечественной. Каждому отряду присвоено имя ветерана того района, где будет работать отряд. В этом году акция посвящена самому главному. Это Году памяти и славы. И мероприятия как дневной программы, так и вечерней программы посвящены именно этому Великому Дню Победы. Мероприятия – это массовые игры с детьми, концерты, профориентационные встречи, встречи с ветеранами. Ну, понятно, есть серьезная функция рассказывать о патриотизме, но сегодня, как сами понимаете, много желающих рассказать о патриотизме. Ну, вот они вот этими, вот своими, вот этими руками будут еще и работать. Что вы там на самом-то деле будете делать? Снег кидать, концерт давать. Морозов-то не боитесь? Да какие морозы? Какие морозы? В такой форме всегда тепло. В такой форме ничего не страшно. А вы говорите, техники не хватает. Самая веселая снегоуборочная машина движения студенческих отрядов под флагами акции «Снежный десант» в 20 районов края будет доставлена. Андрей Дриер, Николай Шелко, День с толком.